Вера Вера не только в словах, но она выражается самой жизнью человека. И вот есть люди, у которых крепость веры такова, что это видно по жизни. 3 февраля мы совершаем память двух святых преподобных Максимов. Преподобный Максим Исповедник жил в VIII веке и был ученый монах, прекрасно овладевший риторским искусством, знавший богословие и был приближен к императору. В то время в церкви башевала ересь монофизитская, и он выступал в защиту православного вероучения. И вот император Констанций II, уже в то время прославленному игумену, одного из греческих монастырей, повелел отрезать язык и отрубить руку, чтобы он и не говорил, и не писал ничего в защиту православной веры. И удивительным образом Господь восстановил его руку, и он продолжил свои апологетические труды, то есть в защиту православной веры. Другой преподобный Максим, тоже по происхождению грек, его так и называют Максим Грек, подвязался у нас на Руси. Великий князь Василий III, пожелав иметь точные переводы с греческих подлинников на славянский язык, святоотеческое наследие, выпросил у императора и патриарха Константинопольского, себе ученого-монаха, который прибыл с родителем молодым к нам на Русь, и он занимался правкой книг, занимался точным переводом. В то время, когда он прибыл, даже не имел говорить по-русски, по-славянски. И он овладел в совершенстве русской грамотностью и азбукой, и речью. Но вместе с этим он был человек очень прямой. И когда великий князь и царь Василий III пожелал развестись со своей супругою Соломонией по причине ее бесплодия, то преподобный Максим открыто обличил это нечестье царя, за что попал в немилость и был осужден якобы во многих ересях и на 26 лет был заточен в темницу. Молился преподобный, и ему явился ангел. «Мужайся, старец, за твои многие труды и подвиги ты получишь великую награду и получишь прощение многих грехов своих». Преподобный Максим был отлучен также от цветового причастия на 25 лет. Это трудно себе помыслить, как это вообще возможно для монаха иметь столь долгое отлучение от этого спасительного таинства. Субтитры создавал DimaTorzok 6 февраля мы совершаем память горячо любимой, почитаемой не только у нас на Руси, но и по всему православному миру Блаженной Ксении Петербургской. В 18 веке, когда строился Петербург и шло освоение западных рубежей нашего Отечества, многие замечали странную женщину. В юном возрасте Блаженная Ксения вышла замуж за придворного певчего Андрея Федоровича Петрова, который состоял в чине полковника, но их семейное счастье было недолгим. В 26 лет она овдовела. И ее поразило то, что отошел ее горячо любимый муж без покаяния, и она в тот же день переоделась в одеяние своего мужа и сказала, что это умерла Ксения Григорьевна, а она и есть Андрей Петрович. И долгие годы она так и носила зеленую кофту и красную юбку по образу того, как в то время одевались бордейцы. В 45 лет продолжался ее подвиг юродства ради Христа. Она днями бродила по городу, а на ночь удалялась в поле, и там молилась и земно кланялась на все четыре стороны. И вот этот подвиг ее горячей любви, как жертва, которую она принесла за упокоение мужа, отошедшего, в общем-то, неправедно, Церковь воспринимает как великое жертвенное служение. При жизни Господь прославил свою угодницу даром прозорливости и чудотворения. Многие люди по ее, как кажется, совершенно неразумным речам потом прозревали откровения Божьи. Так она помогла бесплодным людям обрести ребенка. Люди, у которых было что-то похищено, обращались к ней и находили утраченную вещь. Святая Блаженная Ксения сначала претерпела очень много страданий, она ходила как бездомная, а свой дом, оставший ей по наследству от мужа, она завещала нуждающейся женщине. Многие почитали, что она обезумела, но когда к ней обращались с какими-то вопросами, то видели, что за ее словами стоит глубокая мудрость. Мальчишки подчас ее гнали, бросались в нее камнями, грязью, но она благодушно все терпела, помня, как принял страдания Христос за людские грехи. Так вот и она молилась за своих обидчиков. Многие люди со временем стали замечать, что там, где участвует Блаженная Ксения, там особая помощь Божья. Так извозчики предлагали ее подвезти, и потом день был удачным, а торговцы на рынках что-то даже старались ей подать, или когда она что-то приобретала за копеечку, то тоже этот день был прибыльным, удачным. Блаженная не брала денег, разве что только копеечку, как она говорила, царь на коне. И то во многом раздавала другим нуждающимся и сиротам. После похорон, а похоронили Блаженную Ксению на Смоленском кладбище, недалеко от того храма, который она по ночам помогала строить, таская кирпичи наверх на строительные леса. И ныне уменьшается поток людей, которые приходят к часовне, которые воздвигли над ее могилой. Люди приходят и пишут записочки Святой Блаженной Ксении со своими нуждами и просьбами. И она как живая помогает, откликается. Мы в ее лице имеем пример хрупкой женщины, но мужественной христианки. И до ныне ее молитвы имеют великое дерзновение пред Господом Богом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok